друзья всем привет с вами информационный портал крым онлайн я его ведущая шестакова валентина сегодня как вы уже поняли по названию этого видеоролика мы с вами отправимся на пляж бывшего санатория донбасс посмотрим в каком он состоянии сейчас находится идет ли на нем реконструкция как и обещали этот пляж в свое время выкупил выкупила гостиница ялта in туристы обещали что начнется реконструкция и мы сегодня с вами посмотрим стоит ли там отдохнуть сколько там людей какие там уже услуги есть или возможно там вообще не началась реконструкция и все остается как и прежде оставайтесь вместе с нами устраивайтесь поудобнее обязательно досмотрите это видео до конца будет очень интересная и полезная информация поставьте нам лайк нас это очень активирует ну что погнали пойдем мы с вами сегодня к пляжу по красивому массандровскому парку посмотрим в каком он состоянии находится пока как видите такая тропинка грунтовая не скажем так не асфальтированная поэтому будем спускаться очень аккуратно говорят там немножко началась реконструкция массандровского парка поставили новые скамеечки мы все сейчас посмотрим птички поюток ну что друзья привет а я вам покажу очень классный сократ как можно пройти на пляж донбасс или ялта интурист по массандровскому парку через хитрый сократ и вот смотрите вот там если вы вот это развивки вышли у вас есть путь направо есть путь налево но мы пойдем вниз это самый короткий путь пляжу вон там валентина с мамой идем идем что донецку привет передаем массандровский парк это классное место для отдыха прийти походить погулять он конечно немножко заброшен немножко сильно будь здорово ну вот очень классный парк классный же парк да птички так поют такое место спокойное сейчас выйдем на тропинке где можно будет наверно прогуляться ну а еще по такому парку приятно пройтись на море согласно когда ты идешь через такую зелень и поход в кайф но самое приятное будет ждать вас на обратном пути когда вы пойдете в горку после пляжа после солнца после моря пойдет пойдешь период всегда вперед ты спорта прогуляла пойдешь горку ты сказала не пойдем впервые это не кошка с собаками вот кстати в массандровском парке уже установили новые скамейки есть урны так что потихоньку благоустраивает возможно где-то уже и тропинки обновили есть уже хорошие асфальтированные дорожки вон я вижу тоже красивая такая скамеечка ну сам по себе классный парк хорошо что очень много мусорных баков поставили урна очень много потому что раньше люди просто бросали мусор а сейчас уже вот есть возможность называется спасибе за чистый убитча да где-то вдоль дороги самое главное что мусор убирают собрать и забыть да да а его убирают на чьем балансе находится не знаем но вот кто-то следит а это обозначало какую-то километры до чего-то кстати может знает кто это раньше рассказывал видишь там стрелочка есть типа туда а вот я думаю может это обозначает там три тысячи семьсот двадцать три шага наверх осталось 37 23 до 37 37 37 23 там это какие-то метки мне кажется это какое-то количество шагов может наверх она стрелочками обозначаешь мне кажется никого романов знают да никого романов что это за указатель расскажите нам туалет кстати не работать а сверху казалось как далеко 10 минут да хорошо и по парку вообще отлично даже если вот здесь не какие-то сосна приморская как красавица вверх сколько лет сейчас высота 20-35 метров диаметр ствола до одного метра там не написано валь сколько ему лет вот перед нами вот такая тропинка если вы идете нашим путем и вышли на вот такую тропинку к ялте туристу то вы на правильном пути мы сейчас спустимся и будем уже рядышком с парковкой гостиницы а дальше спускаться вниз 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 дальше тут аккуратно ездят электрокары которые везут людей в грин парк так что нужно смотреть по сторонам а вот и вон мы уже спустились вниз здесь есть вот такой мини-рыночек эко-рыночек вот тут можно купить и фрукты и овощи такие цены кстати я такой пробовала мне не очень понравился вам нравится такое или нет какая клубничка красиво да вот здесь есть много чего вот уже нарезанные арбуз да фрукты и овощи мороженое вот такой вот эко-рыночек здесь вы сможете что-то перекусить взять вафли и посидеть покушать жареная рыбка с пивом вот такой вот эко-рыночек еще не все открыли возможно чуть позже какие-то еще будут открываться ой смотрите здесь идет реконструкция в прошлом году на этом месте наверху был hungry bird кафе сейчас видимо они закрылись и здесь уже что-то другое будет какую конструкцию делаю да большую возможно какой-то будет еще ночной клуб и судя по девушки качельки там какие-то вот что-то строится мы идем дальше ну что начнем нашу экскурсию отсюда мы пришли вон с того пляжа это пляж интурист отеля мы прошли за ним и вот сюда забрались по ступенькам за лодочной станции видите что здесь скоро начнут предоставляться услуги разные развлечения на воде и бананы и полеты на таком как шаре да вот мы уже зашли поднялись по ступенькам и находимся возле входа на пляж бывшего санатория донбасс это у нас техническая зона здесь еще осталось какое-то строение наверное бывшая лодочная станция много подъемников каких-то пункта такое как охранный до спасательные здесь раньше была кафешка были чебуреки смотрите какая красивая зона виноградники были такие красивые такое красивое освещение и даже водка какие-то там остались еще стульчики столики что-то там есть он она там но пока не эксплуатируется вот такого красивая здесь красивые виды есть информационная доска что это городской пляж на самом деле насколько я знаю этот эту территорию выкупил уже гостиница ялта интурист по идее должна начаться скоро реконструкция возможно уже некоторые моменты они начали ремонтировать сейчас все посмотрим сам по себе пляж очень красивый раньше был здесь есть пляжная такая зона красивые такие большие лестницы ведущие на пляже и вот в конце еще вот на той стороне есть небольшая набережная раньше можно было видимо здесь прогуляться отдохнуть все сейчас посмотрим везде плитка везде такие хорошие зоны отдыха думаю что это будет отличное место когда здесь проведут реконструкцию как вы видите пляж официально закрыт купание спасение купание запрещено спасение не обеспечивается вот в таком состоянии у нас лестнице находится они более-менее еще держится некоторые но ржавчина везде перила уже совсем такие плохие ну сразу тоже говорю повторяюсь да что пляжи они не функционируют вот раньше была здесь барная зона зона отдыха и вот такая вот небольшая набережная ну вот я так понимаю все равно руководство интуриста знает что люди здесь есть поставили урны здесь есть раздевалочки вот две стоят сейчас покажу вам их ну и все таки время от времени здесь проходят спасатели я их видела только что смотрят чтобы все было хорошо чтобы никаких таких нарушений не было все таки нужно контролировать потому что люди здесь купаются люди отдыхают здесь очень мало людей и поэтому некоторые вот приходят сюда для того чтобы и собаками можно было поплавать ну и просто вот отдохнуть без большой толпы вот такие раздевалочки есть они металлические здесь есть даже крючки здесь уже оторвали но вот такие металлические приваренные сохранились хорошие раздевалки здесь не воняет нет каких-то запахов но туалета по моему здесь точно нет поэтому нужно будет куда-то наверное уходить вот кстати еще одна раздевалка это двойная такая же вот такие вот сооружения раньше были на пляже сейчас посмотрим что осталось может началась реконструкция каких-то из кабинетов новые бачки то есть можно уже сюда выбрасывать мусор его забирают бильярдный стол смотрите остался какой старенький уже такой поломаны вот такая красота водичка конечно очень чистая как вы видите лестницы уже в таком печальном состоянии но время конечно их не пощадила вот здесь были разные кабинеты предоставлялись услуги разные свое время сейчас все посмотрим сейчас это все не действующее но выглядит очень красиво вот видите там покрашена дверь уже началась реконструкция видимо что-то делает что тоже ремонтирует какие красивые раньше были питьевые до фонтанчики с красивой лепкой такой дайвинг центр был вот такая вот красота тенечек очень приятно здесь ходить ой смотрите открытые да действительно начинается реконструкция раньше это все было закрыто все двери были закрыты на замке сейчас уже их открывают весь мусор отсюда выносят мусора здесь очень много запах такой не очень приятные но надеюсь это скоро изменится вот такая вот лепка красивая смотрите осьминог с человеком дружба моря и людей да повсюду вот такие питьевые фонтаны тоже очень красиво оформлены все кабинеты кабинеты разные здесь тоже есть раздевалочка реконструкция дойдет а что уже сделали а вот сейчас пойду поснимаю посмотрю как у нас дома делается как дома прямо увидела да а подскажите кто это делает этого гранат я директор а гранат ну а я имею ввиду территория им туристу да все-таки принадлежит а вы арендуете теперь полностью пляж полностью пляж у интуриста и вы будете все это делать за свой счет ничего себе а что планируется вообще восстановить восстановить может что-то лучше чем лучше а вот то что здесь нам повезло да будем смотреть наблюдать как у вас тут все меняется один пролет перила поменяю все уже новое буду и когда планируете закончить так что первого числа будут перилы и освещение здесь везде а где-то перила и освещение остальные ага ну ладно спасибо большое ух ты смотрите все реставрируется оказывается территория принадлежит интуристу да но есть теперь арендатор который готов за свои личные средства все это сделать посмотрим что здесь осталось смотрите какие комнаты возможно это были комнаты отдыха возможно еще что-то было кто знает напишите в комментариях я вот не знаю на душевые не похоже потому что вот пол такой не для душевых кабин скорее всего это были комнаты отдыха какие-то старая еще мебель осталась крючки старенькие красота конечно может какие-то подсобные помещения были для хранения разные пляжные атрибутики до медпункт смотрите часы работы вот медпункт был остались еще старые такие все кушетки класс такая атмосфера другой еще комната смотрите еще комната там есть свой вход но он там закрыт краники холодильник сейчас зайдем ого вот такое вот все розеточки смотрите какие старенькие все такое уже до древние красота какая смотрите назад в ссср да вот пляжи закрыты везде это написано везде говорится об этом поэтому будьте осторожны никуда особо вот не надо лазить то мы с вами немножко посмотрим вот еще какое-то смотрите новый щиток уже видимо все таки готовится и замена всех проводов будет освещение вот уже вижу новый фонарь вот старый был новенький повесили щитки такие более новые видимо все таки сейчас уже все на такой стадии активного активной реставрации не просто так знаете вы купили территорию и стоит эта территория десять лет никому не нужно все помещения открыты я такой первый раз конечно вижу было здесь несколько раз но такое еще не видела смотрите здесь закрыта у это наверно детская комната какая-то была да там какие-то львята мишки ну красиво конечно здесь наверно была душевая вот смотрите раньше дети мойте руки экономьте воду такие еще старые надписи я помню меня в лагере такие тоже надписи были детском лагере вот душевые кабинки смотрите какой ничего тут не осталось конечно они это туалеты смотрите это туалеты вот такие вот я думала это душевые а это у нас туалеты вот там еще такой уголочек видимо для каких-то мелочей таких там туалетная бумага возможно мыло все как обычно кресло на котором сидела грозная тетя и контролировал чистоту вот и смотрите еще один фонтан уже лепка совершенно другая все такое оригинальное эксклюзивная у каждого своя такая тема а вот душ заходить уже туда не будем потому что здесь смотрите очень много всякого разного все это территория была заброшена долгое время надеюсь что сейчас будет меняться все с украины видимо осталось ухты смотрите какая старенькая это плитка чего тут только не найдешь да ладно пойдем сильно тоже не будем вдаваться в подробности будем лучше снимать уже тогда когда все будет красивое и новенькая дайвинг центр табличка осталась старенькая но дверь уже покрашена есть новые какие-то номера возможно здесь можно заняться дайвингом здравствуйте быстро пройдем смотрите в этой части очень много стройматериалов делают лестницы делают перила будет освещение новое ближайшее время обещает уже ухты туалет смотрите более такой чистый обещала вам смотрите он работает друзья здесь есть туалет все-таки не все потеряно не такой он чистый конечно ну вот я так понимаю он бесплатный хотя бы есть куда сходить по своим нуждам да есть у нас наверное водичка сейчас водички нет но скоро наверно будет здесь можно будет ножки помыть ну хорошо что хоть что-то открыли уже хотя бы запаха нет смотрите какая комната ее уже разгребли тоже наверно была вся в мусоре в хламе но ее уже освободили вижу капает с потолка какая-то водичка работы здесь много возможно была какая-то кухня потому что есть окошко для выдачи смотрите а может это просто окно не знаю ну что смотрим говорят очень качественно выполняет работу ребята очень все хорошо делает как для себя как у дома все уголочки все делают на совесть замена перил скоро будет но пока вот как видите делают такие черновые работы еще выравнивают углы вот на такой стадии это все находится делает все постепенно видимо только начали молодцы надеюсь делает хорошо потому что это все таки находится место расположения у моря много соленой воды много такого морского воздуха которые конечно способствует быстрому как это быстро хотел искать ой ну быстрому ржавению вот смотрите здесь уже перил нет все делает здесь раньше еще был детский уголок сейчас зайдем посмотрим раньше он был в таком очень плохом состоянии не очень хорошо выглядел я смотрю что сейчас там тоже ходит что-то делает что-то реставрирует возможно пока убирают делают зачистку такую чтобы можно было зайти уже и потихоньку реставрировать здесь раньше была такая детская площадка здравствуйте здесь тоже упор куда делает да посмотрим все открыто все вы можете посмотреть очень большая благодарность за то что никто не ограничивает никто не говорит вот это снимайте это не снимайте все вот с удовольствием показывает рассказывает что происходит вот такая раньше была территория на ней было не так много зелени не так много деревьев а была очень красивая детская площадка возможно точнее надеюсь что ее восстановят зелень это уберут оставить только вот такие конструкции красивые сейчас пройдемся еще покажу может со стороны как она выглядит чтобы вы более четко поняли что же здесь такое это детская площадка чтобы дети здесь могли играть вот такая конструкция не знаю что это было конечно а ну-ка надеюсь я не упаду если заберусь сюда но мужчины ходят значит все нормально вот покажу кусочек вот такая детская площадка огромная территория здесь было были разные зверушки и все это было вот в такой морской тематике вон туда еще уходит территория то есть это все было детская площадка красивая я так думаю что здесь были и фонтаны и возможно какие-то еще красивые качельки но вид имеет очень интересные оригинальные ну что такую зона мы уже с вами посмотрели предпляжную скажем так сейчас пройдемся по верху покажу вам как выглядит вот эта набережная возможно я тоже будет реставрировать а потом спустимся на пляж посмотрим гайку попробуем температуру водички с вами и покажу насколько чистое здесь море но вот как видите вот это уже последняя пляжная карта людей не очень много есть очень много свободных мест поэтому люди предпочитают сюда приходите отдыхать поднялись уже наверх сейчас быстро просмотрим что здесь есть вот здесь еще один выход он выходит вот туда наверх к к этим частным домам гостиницам здесь их несколько не знаю что там гостиницы или апартаменты если кто-то здесь отдыхал возможно или знает обязательно пишите в комментариях а я сама может тоже изучу этот вопрос что здесь находится и какие цены все это будет на нашем информационном портале скоро заполним полностью раздел где остановиться я думаю что там вся информация будет для вас открыта здесь конечно еще работы много я думаю начнут они с нижней все таки да скажите а вот информационный портал крым онлайн вот снимаю видео обзор про этот пляж ну я говорю что пока он в таком еще состоянии что не ведется спасательный ведется вот у нас открыт только первом вот вот этот официально открыто официально открыто остальные закрыты даже нитки эти люди рвут и спускаются у нас все закрыто официально вообще пляж закрыта на реконструкцию я запрет ставлю чтобы люди не пришли вот вы видели там ленточки красные белые дела они все отрывают и заходят даже не дают работникам работать понятно потому что мы с одной стороны вот цемент еще не засох они ходят это это я вечно буду реконструкцию делать понятно ну да летом конечно люди приехали уже удобно первого числа у нас будет перила освещение и лестничные площадки уже нормально хоть эти 15 не надо продержаться чтобы они я не знаю как с людьми разговаривать не как понятно скажите а вот какая реконструкция дальше продолжится вот я так понимаю это набережная да тогда все это все вы будете делать да не обещаю в этом году я понятно в этом году обязанности перила освещение лестничные площадки безопасность конечно конечно а потом уже будет очень красиво приходите снимать после 15 а вот то что лепка такое детская площадка то все станет реконструкция будет все то есть это не сноситься будет потому что как работать или телик как можно его снести согласна ладно спасибо большое пойду дальше посмотрю что у вас тут пока ничего но в скором времени ждем да спасибо вот смотрите здесь наверное будет такая зона отдыха тоже это все будет реконструироваться все это будет делаться вот такой вот красивый тогда красивые стол для настольного тенниса в общем ждите друзья ждите скоро открытия не в этом году конечно может в следующем успеют все сделает будет открытие красивой и новой набережной продолжения говорят лучше чем у интуриста ну что вот наш обзор заканчивается точнее обзор вот одной частью пляжа сейчас мы спустимся на пляжную линию и покажу вам сами пляжи водичка как вы видите чистейшая да есть много камней но я думаю что это все такое дело окунулся и сразу плыть ну что пойду переодеваться и на пляж ну что друзья я уже нахожусь на буне сейчас покажу вам водичку сверху сегодня у нас вода с морскими обитателями с медузами чистенькая водичка видно хорошо одно но медуз много есть конечно немножко мусора ну я думаю что это не помеха учитывая то что пляж такой безлюдный мало отдыхающих есть где отдохнуть так сказать постелить полотенчика здесь шезлонгов нет никаких пока услуг и нет но на первом пляже вот самом дальнем вон там вот уже ведется спасатель работает и можно спокойно отдыхать остальные пока не открытые смотрите как унесло кусок шторма какие были большие что унесло водичка чистенькая вот такой вот пляж скоро будет полной эксплуатации можно будет здесь отдыхать спокойно будет очень много услуг посмотрим подождем немножко и все будет хорошо вот смотрим вот такие вот пляжные линия они довольно таки большие есть где разместиться галька здесь крупненькая раньше видите была подведена водичка были душевые такие душ был сейчас нет сейчас ничего нет вот такая вот крупная галька местами есть большие камни немножко ниже есть конечно галька помельче поэтому можно себе выбрать какое-то место где будет вам комфортней вот такой вот пляж мы сегодня на нем опосновались часто отдохнем и пойдем возможно купаться вот так вот как тебя водичка отлично можно купаться ну вот друзья на этой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний видео обзор наше сегодняшнее видео надеюсь вам оно было полезным и вам оно понравилось буду очень рада если вы оцените его лайком и обязательно напишите свое мнение об этом пляже в комментариях как вы думаете закончат ли реконструкцию к следующему году будет ли полноценно функционировать этот пляж в 2022 году ну и приедете вы на него отдыхать или нет обязательно пишите ваше мнение будет будем ждать его нам будет очень интересно его узнать так что до встречи на нашем канале подписывайтесь на крым онлайн обязательно заходите на наш портал там очень полезная информация мы будем очень рады если вы будете ей пользоваться и она будет вам полезно ну что говорим до новых встреч пока пока